альфа квадрат плюс 2 альфа минус 4 ну, мы говорим о цехе мы с вами нашли и вторую минус альфа квадрат минус 3 альфа плюс 14 но представьте себе, что задача была бы стомулирована не вот так вот, как и графа, да, как она была стомулирована а была бы стомулирована так дали нам дальше, x куб минус 21, x куб 35 и не написали вот это а, ну, просто скажите вопрос дам корень альфа через этот корень вылезете два остальных корня уравнений интересно, а мы бы это смогли сделать? то есть, понимаете, когда нам дали эту формулу то по ней, применив ее основу в себя, подставить мы можем получить вторую а вот, что делать, если этой формулы просто правдусты нет? у нас только многочлен x минус 21 x плюс 30 понимаете, да? задача сразу становится намного интереснее оказывается, мы можем это сделать и оказывается, это все не так уж и сложно надо просто подумать, о чем же здесь делать и так, мы знаем, что здесь такое число альфа альфа в кубик, это 21 альфа минус 35 отлично это то, что называется, минимальный кемерчек у нас есть вот это уравнение альфа минус 21 альфа минус 21 альфа минус 21 альфа минус 31 так вот, ребята, оказывается, что все, что требовалось сделать нужно взять и уделить его уголком на х минус альфа это не трудно альфа минус 31 альфа минус 27 ну, поехали альфа и х, здесь будет альфа и х квадрат минус альфа квадрат х, получается альфа квадрат минус двадцать один наоборот х плюс тридцать пять. И, соответственно, здесь плюс альфа квадрат минус двадцать один. Здесь мы читаем. Это я уже, конечно, не про форму, потому что я понимаю, что все должно уничтожиться. Знаете, какая история? То есть, когда умножаешь, получаешь альфа умножить на альфа квадрат минус двадцать один, да? Но минус альфа квадрат плюс двадцать один альфа, это, как и есть тридцать пять. Здесь мы делаем деление на х минус альфа. У нас получилось вот этот квадрат в равнине. Давайте его в правду запишем. Х квадрат плюс альфа х плюс альфа квадрат минус двадцать один, равняем с ним. Ну, вообще-то, как любой квадрат в равнине, его можно решить. То есть, получается ответ х минус альфа плюс минус корень из чего? Понимаете миометр? Альфа квадрат, да? Альфа квадрат минус четыре альфа квадрат плюс восемьдесят четыре пополам. Хорошо. У нас получается какая-то штука. Альфа квадрат минус три альфа квадрат. Четыре альфа на альфа квадрат минус двадцать. Четыре альфа квадрат. В христианской квадрат не гейтся. Что? Нет, все надо. Четыре альфа, ну что ли, а? Что на этот вопрос подправить? Если мы сумеем извлечь корень из числа восемьдесят четыре минус три альфа квадрата. Это уже не приказ. Если мы заранее знаем ответы. То мы уже не знаем задачу, если мы заранее не знаем ответы. Понимаю. Мы всегда по этому посоветов с другим человеком. Если мы заранее знаем ответы, то тогда смотришь какая история. У нас есть вот это выражение. Альфа квадрат плюс 2 альфа минус четырнадцать. Замечательно. Альфа квадрат плюс 2 альфа минус четырнадцать. Надо умножить на два. Получится 2 альфа квадрат плюс 4 альфа минус двадцать восемь. Надо еще к этому прибавить альфа, то есть здесь будет 5 альфа. И это будет корень из 84 в минус 3 альфа. Стоп, я безуслович, когда я возьму корень, там у меня альф-класс погибнет. Это не погибнет, к сожалению. Ужас в том, что если взять число 2 альфа квадрат плюс 5 альфа минус 28 и развести в квадрат, то это будет 84 минус 3 альфа квадрата. Нет, садить не надо. Вопрос, как наука способна для этого докататься? Надо придумать 3 числа. 2 и 5, я еще не готов придумать. Ну, придумав число 28. Удовольствие ниже среднего. Можно как-нибудь подобрать и написать через то, что там есть? Нет, надо подобрать на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что подсказывает наша теория? Наша есть теория. На этом пути видно, что плохо. Но теория должна нам что-то сказать. А теория подсказывает нам следующее. Вообще-то, группа перестановок на трех элементах состоит из шести перестановок. Скажите, пожалуйста, существует ли среди перестановок на шести элементах какая-то замечательная группа из трех элементов? Да, существует. Это группа черных перестановок. А что отличает ситуацию, когда у нас группа корней состоит только из четных перестановок от ситуации, когда там есть нечетные перестановки? Ответ. Уравнение третьей степени есть дискримент. Вспомните, пожалуйста, когда у вас есть уравнение второй степени. Когда вы его в школе решаете. Правда, что самое главное число, там, это дискриминат? Да. Корень из b2-14. Вспомнили? Отлично. Что такое дискриминат для уравнения третьей степени? Вспомните, я сказал. Дискриминат, это когда вы берете всевозможные попарные разности и их перемножаете. Давайте я вам помню, что это когда у вас есть перестановка на трех числах, на трех элементах альфа, 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 альфа. И это минус альфа, 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 альфа. То уравнение третьей степени вообще-то при нечетной перестановке корней вот эта функция меняет знак. Вот если вы поменяли местами альфа и бета, что произошло? Тогда вот эти поменялись местами, это не страшно, а этот поменял знак. Поэтому, когда вы делаете перестановку двух букв, то у вас вот это выражение меняет знак. Замечательно. Соответственно, если его возвести в квадрат, то оно не будет менять знак. Идею поняли? Отлично. А теперь, господа, простая вещь. Значит, если мы хотим разобраться с этим уравнением, и при этом не хотим пользоваться вот этими подсказками, потому что это все замечательно, но это нам сказано. А если мы хотим это сами сделать, то мы обязательно должны понять, способны ли мы с вами вычислить дискриминант этого кубического значения? Два штук. Или? Как вы считаете? Ну, конечно, неплохо и в общем где-то сделать. Так, давайте, пока есть такая функция. Альфа минус бета умножить на альфа минус гамма на петли минус гамма. Ну, это квадратный, как удобно. Просто если квадратный, то это вообще симметрическая функция. А любая симметрическая функция веществляется. Будучи с квадратом. Будучи с квадратом, когда степень сразу становится шестой. Мы же третью степень будем изменять. А здесь третьей степени вообще нет, пока что. Возбудемщий в третью степень. Воззнаки. В третью куда? В шестой степень. Значит, еще раз повторяю вопрос. Умеет ли присутствующая публика вычислять вот такое выражение? Альфа минус бета. Это царя приятна. Это симметрическая радость. Она не симметрическая. Она становится симметрической, если возвести его в квадрат. Возводим квадрат. Да. Симметрическая радость, а для всех простейших симметрических выражений мы можем вычислять по себе в минуту. То есть мы все-таки за то, чтобы возвести в квадрат. Возводим эту квадрат. Тогда скажите пожалуйста, как звучит теория лиэдну для столмного вечера? А чему равняется произведение грамма? Альфа, грето и грамма. Это минус 35. Эээээ это минус 35. Это правильно. Чему равняется альфа бета плюс альфа гамма плюс грето гамма? Минус 27. Минус 23, ну как же грамма? Альфа плюс бета плюс гамма равно 0. Альфа плюс бета плюс грамма равно 0. Это тоже правда. Замечательно. Это выражение какой степени? Шестой. Правда? Шестой. Это выражение какой степени? Третьей. Ну, давайте так. Давайте вот это вот обозначим буквой, скажем, Т, знак того, что третьей степени. А это буквой В, знак того, что второй степени. На всякий случай нас вот это вообще не интересует, как? Потому что сумма равна нулю. Теперь вопрос. Как многочлен шестой степени можно, в принципе, получать, комбинируя многочлен третьей степени с многочленом второй степени? Какие есть варианты? Ну, во-первых, с каким-то коэффициентом у нас пойдет Т в квадрате. Согласны? Дальше, еще один вариант. С каким-то коэффициентом пойдет В в кубе? С каким-то коэффициентом пойдет В в кубе. А вот Т на В не пойдет ни с каким коэффициентом. Все поняли, почему? Потому что Т на В это пятая степень. А пятую степень уже никак не получишь. Слушайте, экспанты, когда сработала такая тяжелая? Сейчас мы должны взять какие-нибудь такие интересные числа. Дело в том, что это равенство должно выполняться для любых альфа, в это гамма, если у них сумма равна нулю. Надо взять какие-нибудь такие интересные числа. Посчитать в таком случае число Т, посчитать число В, ну и посчитать левую часть. А ты же, мы знаем, что это минус это теперь. Нет, это равенство должно выполняться всегда. Это же верно. По основной теории, если ты ищет многочленов, это равенство будет всегда. Иначе, нет, Мишку, у тебя есть, Мишка, возможность такая просто с кроссовки. И проверять. А если нет? Устанешь. А вот я пытаюсь вам сказать, как можно, если ты не учишь. Итак, если ты не учишь, ты должен подобрать какие-нибудь числа, чтобы они в сумме равнялись. В сумме норм 1, 2, минус 1. Очень хорошо. Почему? В произведении будет самое лучшее. Т будет равном уровне. Это очень хорошо. Спасибо ему за это. Чему будет равно В? Сумма по парам произведения? Минус 1. В будет равно минус 1. А чему будет равна левая часть? Это нужно взять вот это в квадрате в единице, на вот это в квадрате в единице, на вот это в квадрате в единице. И на вот это в квадрате? 4. 4. Значит, левая часть это 4, а значит здесь В равна. Минус 4. Все. Вместо В я пишу минус 4. На всякий случай, кто бы на лекциях вообще обязан этот пункт в форму не отпустить? Потому что вообще-то мы ее владели. Но понятно, что давно это было. Ничего не было. Так, господа, кто бы нам сейчас еще какие-нибудь числа сказал? Чтобы их сумма занялась тоже 0. А, минус 1, 2 и 3. Минус 2 и 3. Последнее. 6. 6. Двопарная считается. Это просто двойка. Это минус шестерка. Может быть минус 4. Это минус тройка. Сколько будет? Минус 7. Минус 7 точно? В равно минус 7. Я отвечу. 2 минус 6. Минус 4. Минус 7. Отлично. Ну, теперь начинается самое ужасное. Вот эта разность в квадрате дает 1. Интересно. Вот эта разность в квадрате дает 16. 16. А вот эта разность дает квадрате 25. 16 на 25 сколько? 400. Значит, мы сделаем такое разность. 400. Это 36а плюс 4 умножить на 7. 343. Хорошо? Сразу делим все на 4. Получается 100. Это 9а плюс 343. 9а минус 243. 9а минус 243. 9а минус 243. 9а минус 243. А чего имеется а? Минус 27. Минус 27. Ребята, а вот теперь наступает самый интересный момент. Мы с вами должны наши числа подставить вот в эту форму. Так, минус 27t в квадрате, это будет минус 27 умножить на 35 в квадрате, это 1225. Минус 4 на v в кубе, это будет плюс 4 умножить на 21 в кубе. Я могу 3 в кубе сразу вынести это самое. Получится 27 умножить на минус 1225 плюс 4 умножить на то самое 7 в кубе. 4 на 343. 4 на 300 это 1200, это 1200 ушло. 4 на 43 это 172. 172 минус 25. 147 это 3 умножить на 49, 3 на 27 это 81, то есть это 81 на 49. Значит, на самом деле вот этот ответ это 9 в квадрате умножить на 7 в квадрате. Отлично. Господа, значит, когда я беру в квадрате, то получится такая замечательная штука. Альфа минус бета умножить на альфа минус гамма умножить на бета минус гамма, это будет то ли плюс, то ли минус 63. Так, вот теперь надо срочно брать те интервалы. Вспоминаем. 1 на 5 минус 1, 2 на 5, 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 3 и 4. Замечательно. На самом деле, если честно, можно было для любых таких чисел, например, смотреть, что это за знаки. Ну, давайте так, это было альфа, это было бета, это было гамма, да? Так? Нет. Порядок, какой или нет? Нет. А какой? Альфа это 2 и 3, это было альфа, а бета это минус 6 минус 5. Вот так, да? Да. Отлично. Альфа минус бета. Число положительное. Альфа минус гамма. Число положительное. Бета минус гамма. Число отрицательное. Все. Это плюс 63. Это плюс 60. Ну, а теперь давайте туда начнем. Собственно говоря, что из этого хорошего следует? Мы нашли замечательное соотношение, которому удовлетворяют величины альфа минус бета, альфа минус гамма и альфа минус гамма. Мы нашли, что это 63. Заметьте, пожалуйста, той подсказкой вот этой вот альфа квадрат, то есть 2 альфа минус 4, ну что, третьим что? Не пользуется. Не пользуется. Отлично. Отлично. Сейчас мы должны все-таки суметь, пользуясь вот этой информацией, тем, что это число 63, мы должны суметь выразить числа бета и гамма через альфа. У нас есть много членов альфа минус бета, альфа минус гамма. Что это на самом деле такое? Зачем вам нужно было расположить? Я хочу какое-нибудь равнение получить от этой гаммы. А вы выделили, что это единственный дискриминальный? Это дискриминальный? Но он должен быть все. Выяснилось, что это целое число. Согласитесь, что это здорово. Я получил хорошее соотношение на числом альфа, бета и гамма. Но, напоминаю, мне нужно не просто альфа, бета и гамма, а мне нужно бета. Ну, не гамма, естественно. Вот. Что? Нет. Не так, что мне у нее дядя сказал, а что я сам отношу. В основном, вы знаете, понимаете, все? Да. Ну, для того, чтобы это сделать, надо внимательно посмотреть на вот это вот выражение. Альфа минус бета, альфа минус гамма. Я сегодня уже объяснял вам, что его на самом деле можно посчитать. Давайте посмотрим. Можно ли эту штуку выразить только через альфа? Альфа. Мы тебе не будем. Я объясняю себе. Я вот это сделаю уже, но вообще считайте, что вы это помните. Альфа плюс бета плюс гамма – это ноль. Что это такое по-другому говоря? По-другому это означает, что бета плюс гамма – это минус альфа. Согласны? Да. Бета плюс гамма – это минус альфа. Это же здорово. Если мы сумеем это выразить только через альфа, то тогда у нас разность будет выражена только через альфа. И все. И мы найдем. Знаем разность, знаем сумму, все знаем. Давайте внимательно посмотрим. Что мы еще знаем? Мы еще знаем, что альфа, бета, гамма – это минус 25. И мы еще знаем, что альфа, бета плюс альфа, бета, гамма плюс бета, гамма и прочего. Минус 25. Минус 25. Да. Но все же находится. А? А поскольку. Мы умножаем те подчеркнутые штуки и там получается при альфа минус бета минус гамма, то есть плюс альфа и еще плюс. Ну вот так вот. Итак, здесь было минус бета минус гамма. Да. Вот. Но это вообще-то минус альфа. Да. Плюс бета гамма. Да. Отлично. Вот напишите 2 альфа квадрат минус 35 альфа, 2 альфа квадрат минус 35 альфа в скобочках умножить на бета минус гамма. на бета минус гамма равно 63 альфа. Значит, ребята, смотрите. Вообще это же замечательная штука. У меня получилось что такое бета минус гамма. это 63 альфа разделить на бета минус 35 альфа. Заметьте, я не пользовался этой подсказкой. Вот это все я посчитал по-честному. Согласны? Знаете ли нам? Хорошо. И вот теперь все-таки давайте по-честному решаем задачу. Что это значит нам? Это значит, что мы должны объяснить, как же вот это выражение делить. Опять-таки, на лекции я это вам объяснял в больших темах. Там что-то были слова «простые идеалы» и так далее. Это все замечательно. Но пока вы на практике это не поделите, вы все эти слова «простые идеалы» можете воспринимать как австратус. И так, у нас есть минимальное число альфа. Вот альфу – это 21 альфа минус 35. Можно подставить, но у нас тогда в знаменате будет вообще-то число альфа. Согласны? Тогда вместо 2 альфа подставляете, там будет у нас 42 альфа минус 100 альфа. Вот так вот. Замечательно. Ну, на симпульс может быть сократить. Хорошо. И что? Задача свелась… Нет, про β плюс альфа не могу сказать. Про β плюс альфа не буду. А что принципиально у меня – это β минус гамма. То есть у нас задача свелась вот к какой истории. β плюс гамма – это минус альфа. β – это минус гамма. Это, давайте пишем, 63 альфа. Вместо альфа подставляю, получаю 42 альфа минус 70, минус 35. Минус 105. Ну, замечательно. На симпульс получаю 9 альфа разделить на 6 альфа минус… Сколько там? Сколько там? Еще на 3 гамма. Да. 3 альфа разделить на 2 альфа минус 5. Отлично. Теперь это самое интересное. Каким образом избавиться от инрациональности? На 2 альфа плюс 5. 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 Всё autom çek. Но cis 0 до igualной. Многие мои думают, что все уравнения квадратные… И так далее. Вдруг уравнения перев� , thank you toestra, offs of thought добави. Отлично. Для всего-то русского это сип, а и на такой же этого savа между 7-8 и уравнением смurity ставит. методом «доможенно-сопряжённое», то сопряжённое, вот для этого числа, смотрите, как будет выглядеть. Я не говорю, что это будет лучше. Я, давайте сейчас даже другим способом вам тоже расскажу. Но, если вы хотите решать эту задачу, методом «доможенно-сопряжённое», то вы будете делать, смотрите, что, и в числителе написать 2b на минус 5 умножить на 2a. Вот это называется «доможенно-сопряжённое». И вот после этого надо будет всё это хозяйство разорвать, собрать, понять, где там что. Я скажу тебе, это можно. Вот это называется «доможенно-сопряжённое». И внизу у вас будет действительно целое число. Кстати, все знают, как это называется целое число? Оно настолько часто встречается в алгоритмах, что для этого есть даже специальные названия. Если у вас есть алгоритмическое число, и вы перемножаете все спряжённые к нему, то это называется «норма алгоритмического числа». Это действительно часто встречающиеся штуки. Поэтому, в принципе, никто вам не мешает посчитать эту самую «норму». Ну, а дальше мне очень интересно, что вы будете делать. Распредскольку ещё. Распредскольку ещё. Так вот, давайте сделаем так. Найдём. Ну, не так. Нет, это будет очень хорошо. А как? Перемножаем. То у нас, во-первых, получается 8 альфа бета камма. Согласитесь, что это не проблема. Это 8 на минус 35. Ну, альфа бета камма – это было минус 35, да. Не проблема. Это 8 на минус 35. Хорошо. Дальше с поправленным произведением будет хуже. Поправленное произведение – это вот альфа бета с коэффициентом 4, а потом минус 5. Поэтому это будет минус 20 умножить на вот эти локальности. Альфа бета плюс альфа грамма плюс бета грамма. Не страшно. А теперь, в первой степени, это будет минус 5, минус 5 и 2 гамма. Это 50. 50 умножить на альфа бета камма, альфа бета грамма ноль, поэтому вообще считается. И минус 125. Господа, выясняйте, что вычислить норму управленческого числа не того же страшно. Итак, все-таки выносите, посчитаем. 8 на минус 25 – это сколько? 470. 280. Минус 280. И еще минус 125. Помню, это минус 405, правда? Минус 415 – это 15. Знаменатель оказался очень даже живой. Знаменатель оказался равным числу 15. Вы все успели правильно? А? Числитель? Числитель с числителем гораздо хуже. Но секунду, числитель, он уже хорош тем, что он числитель. Мы же хотели освободиться от альфа в знаменателе, правда? Альфа в знаменателе полностью исчезнет. Вот. Значит, теперь надо разбираться. Так, тройка, кстати, сократится, поэтому будем наставить. У нас будет альфа умножить на вот этот вот ужас. Это 4бета гамма. Это 4бета гамма. Кстати, минус 10бета и минус 10 гамма – это то же самое, что плюс 10 альфа. Поэтому будет плюс 10 альфа и плюс 23. Отлично. Вот. Бери на 5. 15. Нет, нет. На 5. Там было 3, а здесь было 15. Альфа в знаменателе. Почему 10 альфа? Ну как? Потому что у тебя умножается 5 на 2 и на гамма с минусом, а здесь 2 на 5 и на б это с минусом. А б это плюс гамма, альфа минус 10. Поэтому будет уже 10. Отлично. Когда будете умножать на альфа, то у вас будет весь альфа, согласно? Это минус 35. А это же счастье. Это же просто-напросто счастье. Потому что у нас с вами в результате здесь получилось минус 35, с пятеркой с кортица будет минус 7, то есть получилось минус 28. Здесь что-то у нас 2 альфа квадрата, правда? И здесь минус 5 альфа. Слушайте, ребята, и скорее всего у нас право. Так, давайте я промежуточное вычисление выбираю. А что мы сейчас искали? Вообще не разность искали, это и галфа. Хорошо. И мы с вами только что досчитались до замечательного результатом. Что β-гамма это 2 альфа квадрат плюс 5 альфа плюс 5 альфа минус 20. 28. Сейчас весь у него складываем и получаем, что 2 β это 2 альфа квадрат плюс 4 альфа минус 28. То есть бета то же самое что нужно, альфа квадрат плюс 4 альфа минус 20. Все? Я говорю, еще раз, я страшно говорю. Почему? Потому что мы полностью это посчитаем в высшей степени важным тренера. Вот если вы вспомните теперь лецепт, которую я вам рассказывал, да? Я вам говорил, что это тоже нескоро будет скриминант и так далее. Только вы здесь, что, знаете, вводил вот этот самый скриминант, посчитали. Причем вы не пользуетесь теми формулами, которые там нашли, а самым. А это очень здорово, у нас все совпало. И вдруг выяснилось, как же составляли задачу. Ребята, понимаете, откуда берутся в учебниках задачи с такими забавными числами? Или нет? А задачу составляли так, чтобы из искриминанно измерял свой. То есть, что сделал автор книжки? Он здесь написал проявольный армию. У него есть форма, которая выражает дискриминант через эти и самые числа. И дальше он выбирал числа, чтобы дискриминант оказался квадратным. Но мне очень не понравилось, что вы как-то с трудом решали задачу о приведении вот этого числа к виду, где альфа-теминатель отсутствует. Поэтому давайте все-таки еще раз, не при помощи многому, как мы это сейчас с вами посчитали, не при помощи умножения неизбряженного, а при помощи стандартного приема, давайте-ка мы с вами эту задачу решим. Даже больше того, давайте я уберу три альфа из числителя и мы просто с вами решим такую задачу. Есть у нас число альфа, которое в кубе равняется 21 альфа минус 5. Отлично. И есть у нас число единица разделить на 2 альфа минус 5. Кто? Объясните, каким образом можно записать это в виде, когда нет деления на выражение стандартной альфы. То есть делить на целые числа, пожалуйста, складывать, вычитать, пожалуйста, перемножать альфа, пожалуйста. Мы говорим в кубку. Зачем в кубку? Потому что он скобки у него ходит. Глупости. Кто это знает? А да, ну как это мы вообще делаем в обеих случаях? Мы же говорили, что когда присоединяем альфа минус 5 число, я точно помню, какая форма была? Присоединить число. Вот так. И присоединить число так. Это одно и то же. Было такое выражение? Да, было. Ку с квадратными скобками альфа – это когда присоединяются всевозможные многочлены, зависящие от альфа. Ку с круглыми скобками альфа – это когда присоединяются всевозможные дроби. То есть когда присоединяются, вот это вот – это наименьшее кольцо, содержащее рациональные числа и числа альфа. А вот это вот – это наименьшее поле, содержащее рациональные числа и числа альфа. И мы утверждаем, что это одно и то же. Как выглядят все элементы вот отсюда? Какой их общий вид? Ребята, это x альфа квадрат плюс y альфа плюс 0. Согласны? Да. Что значит обратить этот элемент? Это значит записать его вот в таком вот виде – x альфа квадрат плюс y альфа плюс 0. Согласны? Да или нет? Да. Что это значит? Единица – это 2 альфа минус 5 умножить на x альфа квадрат плюс y альфа плюс 0. Согласны? Да. А теперь что надо сделать? Скобки расследить, конечно. Ребята, это легчайшая задача. 2x альфа квадрат – это что? Так. Минус 70. Все согласны? 2x альфа. Так записывается? Да. 2. Записал. Дальше. Плюс 2y альфа квадрат плюс 2z альфа. Согласны? Поехали дальше. Минус 5x альфа квадрат минус 5y альфа минус 5z. Господа, вообще все. Вообще-то у нас получились только альфа квадрат, альфа и все-таки то, что без альфа. Значит, я должен написать, чему равен коэффициент при альфа квадрата. В данном случае это будет 2y минус 5x. Согласны? 2y минус 5x. И это долг будет 0. То есть 2y равняется 5x. Дальше я должен написать коэффициент при альфа. Это хуже, но без меня. Это 42x плюс 27 минус... Это 2z. 2z, спасибо. 2 плюс 2z. И что там? Держи. А? Минус 5y. Минус 5y. Это прям. И теперь без альфа, что у нас. Единица это минус 70x. Минус 5y. Минус 5y. Правильно? Вообще-то это система из трех линейных уравнений. С тремя неизвестными. Это вы приспокойненько выражаете y через x. Подставляете сюда, получаете систему на x и z. Можно это делать? Если честно, просто время жалко. Да? Ребята, принципиально любое обращение вообще-то делается вот так. Это обычно быстрее всего. Но, что называется, приходится решать систему не уравнений. Продолжение следует. bodавки 2x. 기�прок worthy. ... Бибка 2x.